приветствую всех любителей лягушек на канале амфибийная лаборатория с вами марина как я уже говорила в волгограде в лавке рогога развелись рогатки да мы наконец-то получили потомство от рогатых лягушек событие само по себе радостная но и очень тяжелая я уже рассказывала в ролике о том почему вы не разведете рога так ссылка на тролль будет в подсказках что самое сложное в разведении рога так это выращивание малышей вырастить головастиков рога так невероятный труд потому что как древолазов в индивидуальные контейнеры их не посадишь при этом также как древолазы головастики рога так грешат каннибализмом то есть они могут съедать друг друга и они делают это всякий раз когда проголодаются паразит какой отпусти меня отпусти живет прям живет прям были вцепился за жизнь свою готов порвать конечно они откладывают лакомство братом на потом но как только они проголодались как только корм у них заканчивается они тут же принимаются есть друг друга чтобы этого избежать кормить рога так надо очень плотно рождаются малыши рога так очень маленькие первым их кормом часто становится циклоп или артемия но дальше буквально с каждым днем корм становится все крупнее это уже трубочник это уже мелкий мотыль коретра и с каждым днем все больше и больше все крупнее и крупнее кормить их надо по несколько раз в день и корма надо давать очень много привет всем рыбником что для вас килограмма мотыля расскажите мне это деткам на утро во второй половине дня еще столько же уйдет и это только на этот аквариум долл одни и уже свечи вечером килограмм сожрали тоже голодные все сидели у поставщиков в волгограде уже заканчивается мотыль но и малыши к счастью подходят к метаморфозу прям уже лягушка осталось только передние лапки вырастить и хвостик сосать при этом желательно выделить на каждого голова стика 1 2 литра объема представьте себе какие понадобятся аквариумы если у вас родилось 100 200 300 500 малышей и при этом голова стик хищный то есть вода будет быстро портится нужны огромные объемы и эти объемы надо постоянно фильтровать практически никакие фильтры не справляются с продуктами жизнедеятельности этих малышей поэтому надо постоянно чистить надо постоянно сливать воду круто когда у вас как у лавки арагога просто стоки в полу это шикарно хотя бы с грязными ведрами бегать не надо но так бывает далеко не всех и не всегда поэтому в квартирных условиях заниматься такими вещами очень затруднительно температуру выращивания голова стиков рогаток при этом может быть в очень широком диапазоне буквально от 16 до 26 градусов от этого будет зависеть только скорость их роста и конечный размер также очень полезно подсвечивать личинок лягушек ультрафиолетом от этого тоже очень зависит конечный результат так что да дети это счастье но счастье очень хлопотное вырастить малышей рогаток это очень серьезная задача особенно вырастить их в большом количестве но для фанатиков нет преград поэтому скоро будет многоцветие скоро будет радость скоро будут рогатки и наконец-то и наконец-то мы имеем такой выход рогаток о котором я уже очень давно мечтал о котором я уже очень давно не видела наконец-то больше 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 рогаток богу рогаток это безумно вдохновляет и радует для понимания размеров большая мужская рука и если вы тоже задумываетесь о том чтобы стать хозяином рогатки то всю информацию о том как их содержать как за ними ухаживать вы сможете получить из моей книги руководство по содержанию рогаток там я рассказываю все нюансы от момента выбора здорового лягушонка его транспортировки домой выращивания до в частности размножения и всех вот этих хитростей проект собрал уже почти 50 процентов суммы а планета выплачивает вознаграждение как раз от 50 процентов поэтому в любом случае выпуск книги уже состоится спасибо огромное всем кто приобрел свои экземпляры и по-прежнему заказать экземпляр книги для себя можно по ссылке в описании ролика с вами была амфибийная лаборатория традиционные лягушки рулят и больше рогаток богу рогаток намного намного больше пока отпустил спасибо я чмок но мне кажется он меня поцеловал в конце где кряхтелка все хватит отпускаю отпускаю не кусайся вот будет хороший пищевой рефлекс следующие видео хотелось бы сделать ответом на вопросы подписчиков поэтому если у вас есть какие-то вопросы относительно амфибий задавайте их в комментарии или в моем инстаграме на самые популярные вопросы или на самые интересные обязательно отвечу в следующих видео амфибийная лаборатория